В студии репортер продолжает свою работу. Здравствуйте, меня зовут Виталий Хеми, представляю своего сегодняшнего собеседника Лилия Звядина, главный невропатолог Департамента здравоохранения Детского городского совета. Здравствуйте, Лилия. Говорим сегодня о ходе выполнения городской программы здоровья, я так понимаю, она рассчитана с 2015-2017 годы. Расскажите о ее особенностях за этот период, чем город может помочь своим жителям? Вообще программа здоровья — это уникальная программа, потому что в Украине больше нет ни одного такого города, который бы представлял такие социальные программы для своего населения, как в Одессе. Программа здоровья очень важна для одесситов, поскольку она обеспечивает и имеет социальную направленность для одесситов, то есть покрывает определенные расходы наших жителей на лечение, на медикаментозное обеспечение и также диагностические процедуры. Программа здоровья начата уже, мы имеем опыт с 2013 года, а то и раньше, но, однако, которая была задекларирована с 2015 по 2017 год, она является наиболее такой объемной и более охватывающей слои населения, которые ранее не были охвачены этой программой. В частности, мы поговорим о пациентах, которые страдают сердечно-сосудистой патологией. Дело в том, что сердечно-сосудистая патология в мире является одной из самых распространенных отраслей как заболевания, так и причиной смертности. И особенно важно это нарушение мозгового кровообращения, потому что приводит не только к заболеваемости, но и к инвалидизации, а следовательно к социальной неадаптированности пациента, который перенес это страшное заболевание. Поэтому для нас очень важно как профилактическое направление, так и оказание непосредственной медицинской помощи в ургентных ситуациях. Дело в том, что сердечно-сосудистые заболевания, в частности нарушение мозгового кровообращения, это не является самостоятельной патологией, самостоятельным заболеванием. Оно является следствием нелеченных заболеваний, таких как гипертоническая болезнь, сахарный диабет, атеросклероз сосудов. И поэтому профилактика и лечение адекватное этих заболеваний является уже основой сокращения заболеваемости нарушениями мозгового кровообращения. Например, наша программа здоровья, она обеспечивает медикаментозное оснащение пациентам, страдающим гипертонической болезнью. Это очень важный фактор. Гипертоническая болезнь является в 70% случаев, как показывает наша статистика, статистика нашего города, является основным фактором риска, при котором развивается нарушение мозгового кровообращения. Также сахарный диабет. И город обеспечивает этих пациентов всеми необходимыми медикаментами. То есть есть перечень на сайте Мездрава Украины препаратов, которые должны быть обеспечены, и пациенты могут с этим списком ознакомиться. В нашем городе идет дополнительное финансирование этих пациентов, и они могут обратиться в любое поликлиническое отделение, стать там на учет, и врач подберет той или иной лекарственный препарат, который будет работать в этом направлении и, естественно, профилактировать нарушения мозгового кровообращения. То есть добиваться гипотензинного эффекта. Томограмма головного мозга. Мы к этому немножко вернемся позже, потому что сейчас я затрону вопросы именно профилактики. Сахарный диабет тоже очень важное направление, потому что является также одним из факторов риска. И инсулинообеспечение наших пациентов также помогает профилактировать нарушение мозгового кровообращения. Когда мы имеем ситуацию в остром периоде инсульта, то есть все пациенты у нас 100% обеспечены, во-первых, медикаментозным оснащением, а во-вторых, они имеют возможность пройти обследование, провести компьютерную томографию. Дело в том, что специфика нарушения мозгового кровообращения обуславливает необходимость оказания экстренной медицинской помощи. Если мы уложимся в трехчасовой период времени и обозначим, какого характера нарушения мозгового кровообращения имеется у данного пациента, то, следовательно, адекватная терапия будет применена, и пациент может восстановиться гораздо быстрее. Мало того, не только сократится уровень смертности, но также будет возможность у этого пациента вернуться на свое рабочее место, что очень важно для наших этих пациентов. Инсульт — это катастрофа мозговая, и не только для пациентов, но и для всех окружающих, поскольку уровень инвалидности практически 80% становится инвалидами. И поэтому оказание экстренное в трехчасовый период времени очень важно для сохранения активности клеток мозга. Мало того, компьютерный томограф нам помогает обозначить, какого характера нарушения мозгового кровообращения. То есть это геморрагический инсульт, это субрахноидальное кровоизлияние, это ишемический инсульт. Поскольку есть такая разница и дифференциация в диагностике, следовательно, лечение будет тоже подобрано соответствующее. Имея значение компьютерного томографа, срезы головного мозга у этого пациента, мы можем определить характер нарушения мозгового кровообращения и оказать соответствующую помощь. У нас практически, вернее, не практически, а в 100% случаях во всех наших больницах, которые имеют неврологические отделения, которые занимаются сосудистой патологией головного мозга, проводится диагностика компьютерной томограммы. Процесс оказания такой помощи заключается в следующем. То есть вызывается машина скорой медицинской помощи. Это может быть и сам пациент, и его родственники, могут быть свидетели, которые увидели такого пациента, у которого развилось такое нарушение. Это могут быть врачи, но любые окружающие люди, которые увидели симптомы нарушения мозгового кровообращения. Для этой цели мы обучаем население. Мы проводим различные волонтерские дни инсульта, при которых мы раздаем лифлеты, в которых описываются первые признаки нарушения мозгового кровообращения, первая помощь оказания этому пациенту. И затем, когда человек распознал, допустим, у постороннего человека симптомы этого нарушения, он вызывает скорую помощь, уже оказав ему какую-то определенную помощь. И этой машиной скорой помощи человек доставляется в ближайшее учреждение, там, где есть неврологическое отделение и опыт лечения сосудистых патологий таких пациентов. Такой вопрос в городских учреждениях. Это 11-я больница, 1-я больница, 5-я больница и 10-я больница. То есть не во всех городских учреждениях есть? Не во всех, да, не во всех. А вот в перечисленных там именно занимаются больными с нарушением мозгового кровообращения. И чем быстрее машина скорой помощи доставит в это учреждение, поэтому у нас приказ зазвучит в ближайшее учреждение от места происшествия. И в этом учреждении согласно договоренности между городом и компанией, которая предоставляет эти услуги, проводится бесплатно этому человеку исследование, проводится компьютерная томограмма головного мозга. Проведя такое исследование, врач и скорой помощи, и непосредственно врач дежурный этого отделения, невропатолог, и мы часто привлекаем еще врачей-реаниматологов для того, чтобы было возможно оценить его состояние и определиться уже с лечением. Мы видим, это геморрагический инсульт, это ишемический инсульт. И тогда от этого зависит тактика ведения этого пациента. Если это ишемический инсульт, то ему оказывается непосредственная помощь, и город выделил на закупку очень важного лекарственного препарата, я не буду называть какой этот препарат, но он помогает растворить тромб непосредственно в месте его образования. Если же это геморрагический инсульт, либо субарахноидальное кровоизлияние, то этот пациент по усмотрению врача, либо остается в отделении сосудистой патологии, либо направляется в нейрохирургическое отделение уже для того, чтобы был контроль в том числе и нейрохирурга, поскольку нарушение мозгового кровообращения – это такое заболевание, которое нуждается в мультидисциплинарном подходе и оценке состояния этого пациента. Как реаниматологов, то есть жизненно важные функции дыхания, сердечной деятельности, так и нейрохирургов, потому что в зависимости от объема процесса, либо это геморрагический, либо ишемический инсульт, также решается вопрос и о нейрохирургическом вмешательстве. Поэтому пациент направляется в то или иное подразделение, уже соответственно оказывается ему эта помощь. Поэтому для нас это очень важная программа, которая вообще является уникальной в Украине и позволяющая определить то или иное направление в тактике лечения и ведения этих пациентов. Мало того, некоторые заболевания имитируют нарушение мозгового кровообращения, в частности это может быть эпиприступ, это может быть и онкопатология головного мозга, и протекать именно как нарушение мозгового кровообращения. И опять же компьютерный томограмм нам позволяет дифференцировать эти все патологии и соответственно опять же определиться с тактикой ведения того или иного пациента. На сегодняшний день за 9 месяцев уже проведено 2760 компьютерных томограмм, включая не только нарушение мозгового кровообращения уже по факту, которые уже определили, но это были травмы головного мозга, это были спинальные нарушения кровообращения, это первые случаи эпилепсии и онкопатология. То есть нам эта программа очень помогает в плане диагностики и в плане определения тактики ведения этих пациентов. Уточняющий такой вопрос, поскольку вы буквально за 13-14 минут все удрились рассказать, есть оборудование, есть лекарства, а кадровый персонал есть, чтобы работать с этими людьми, которые попали в такую непростую ситуацию. Специалисты подходящего уровня пополняют городские больницы, чтобы выполнять программу здоровья, потому что это не только деньги, не только оборудование. Конечно, у нас есть проблемы, безусловно. Нам есть куда расти и есть о чем подумать, потому что, находясь на стажировке во многих европейских клиниках, в частности, вот в марте месяце я посещала клинику Шарите, то, конечно же, мне бы хотелось привести к такому стандарту оказания медицинской помощи, какой оказывается именно в этой клинике. В чем у нас проблема? Дело в том, что у нас занимаются абсолютно все врачи-невропатологи. То есть мы должны охватить огромный объем информации. А сейчас наука развивается, и медицина развивается настолько широко, что в каждой, наверное, области, именно в неврологии, можно разделить отдельные специализации. Как, например, в Европе врач-страколог, то есть врач, который занимается сугубо лечениями нарушения мозгового кровообращения. У нас, конечно, такого нет. У нас, как говорится, нельзя объять необъятное, но мы стараемся это делать, и стараемся это делать по мере возможностей наших сил, и наших, так сказать, возможностей в плане и оборудования, и лекарственной терапии и так далее. То есть мы стараемся, но этого недостаточно. Должны заниматься специалисты, которые непосредственно будут заниматься именно этим вопросом. Потому что тут надо мгновенная реакция, мгновенное осознание этих процессов. Мало того, у нас нету... Просто могу привести пример, как одной пациентке, которую я видела в той же клинике Шарите, в которой 86 лет. И вот эта пожилая пациентка попадает в эту клинику с нарушением мозгового кровообращения. Ей проводят тромболитическую терапию, однако она ей не помогает, не всегда лекарства помогают. И вызывается тогда специалист-радиолог, нейрохирург, который удаляет тромб из пораженного сосуда у этой пациентки. И эта пациентка в течение трёх дней восстанавливается. Казалось бы, 86 лет. Да, что можно сделать с этим пациентом и для чего? Оказывается, там идёт такая политика, что независимо от возраста пациента, и у нас это мы сейчас тоже внедряем, потому что любой пациент мы настаиваем на госпитализации. И ему проводится такая сложная операция для того, чтобы человек мог продлить свою социальную деятельность, свою социальную активность. И родственники счастливы, и бабушка эта счастлива, и улыбается, она может двигаться, она может себя обойти, она может ходить, она может читать, она что-то ещё думает. И, в общем-то, социально она осталась активной. У нас такого, к сожалению, мы не можем предоставить нашим пациентам. То есть у нас должны быть центры нарушения мозгового кровообращения, ургентные центры. Сейчас идёт ремонт в первой больнице, и мы там обязательно откроем такое ургентное отделение, в котором будет проводиться непосредственно в течение трёх дней, пяти дней будет наблюдаться пациент с острым нарушением мозгового кровообращения. Мы для этого цели обучаем наши кадры. Имея, так сказать, связи дружеские, коллегиальные с нашими европейскими коллегами, мы сюда, во-первых, приглашаем. У нас в апреле месяца состоялся такой мощный тычин курс, обучающий курс. И в том числе приезжали врачи, которые обсуждали проблемы по инсульту, и обучали наших врачей. И, мало того, они приглашают их. И мы уже некоторых врачей обучили в клиниках зарубежных. То есть врачи наши некоторые подготовленные. Мы дальше будем работать по мере открытия вот этих центров. Я надеюсь, что с результатами ближайшими мы с вами также знакомимся. Спасибо, Леонид Аркадьевна, за полезную информацию. Я думаю, что одесситам, независимо от возраста, было полезно услышать. Прийти ещё с хорошими новостями. Спасибо, обязательно. Оставайтесь на репортере, берегите себя, заботитесь о своём здоровье. До новых встреч в эфире.